КОНЕЦ 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 Вот эти три вопроса, которые по жизни мы обязаны задать себе. Откуда мы появились вообще? Кто мы такие вообще есть и куда мы дальше идём? Вот это очень важно. Когда мы говорим о человеке, тогда нужно задать вопросы о природе и составе звеньев системы человека. Здесь нужно выделить два мира. Внутренний мир человека. В этот мир входят душа, сердце, разум и воля. Этим миром фактически не занимается ни медицина, ни образование, ни наука. Этим миром не занимается. Душой никто не занимается вообще. Так отдельные люди пишут об этой теме. А так наука не занимается. Наука не занимается тем, что она не видит в микроскоп или в телескоп. Она этим не занимается. Она занимается только фактами, теми, которые можно повторить в пространстве и времени. Если не повторяется что-то или они что-то не видят, тогда нет. Вот чудо, чудеса не интересуют науку. Потому что чудо повторить нельзя. Когда мы сегодня... Давайте немножко остановимся и зададим вопрос, откуда мы, кто мы и куда мы дальше идем. Что с нами происходит. Ну, откуда мы? Сегодня ни один ученый, включая лауреатов Нобелевской премии, нам не ответит на этот вопрос. Откуда появилась живая клетка? Откуда появилась жизнь? Откуда появился ум? Откуда появилось сознание? Наука нам никогда не ответит на вопрос, откуда появилась совесть, откуда появился разум, откуда появилась мудрость. Мы сегодня не задумываемся, мы немножко опущены очень на такой телесный уровень, я об этом сейчас буду говорить. Поэтому сегодня мы должны сказать, что наука нам не отвечает на самый главный вопрос. Вообще, откуда появилась эта уникальная планета Земля, Вселенная? Она на это не отвечает. Она говорит, академик Апарин говорил, это произошло из бульона некого, бульон некой варился. Но сегодня говорят, что это пылевое облако, которое начало развиваться. Но как может от пыли появиться ум и разум? А как от пыли может появиться совесть? Как от пыли могут появиться живые клетки? Как от пыли могут появиться живые существа? И так хорошо сложены, хорошо уложены. Смотрите, у нас все уложено. В каждом зайчике, в лисичке, в животном, в птице, в насекомом, все уложено прекрасно. Это не может быть случайностью. Это не может быть вот так. Если мы сейчас разрежем с вами книгу, книгу разрежем какую-то, и разбросаем ее, вот прям мелко разрежем, она же не соберется и не станет этой книгой. Значит, ее кто-то сложил, эту книгу, значит, человек написал эту книгу, отпечатали в типографии ее, редакторы проверили, все сделали. Это же явно участие какого-то разумного существа. Так же и здесь. Когда мы говорим с вами, откуда мы, мы должны понять, что это случайностей таких не бывает. Кто мы? Мы видим с вами, что мы единственные существа на планете Земля, хотя бы на планете Земля, хотя бы для космоса сотворены, которые обладают разумом, способностью анализировать, способностью творить. Здесь птицы строят одни и те же гнезда по одному и тому же плану. Все. У них один и тот же проект. Они другому ничего не могут делать. Животные строят там какие-то жилища себе по одному и тому же плану. Они ничего здесь нового. А человек имеет свободную волю. Он может это делать, может не делать. Может это делать так, а может делать не так. Он может прийти сюда, может не прийти. Человек свободную волю имеет, разум имеет, человек, то есть способность рассуждать. Человек имеет способность, в отличие от ангелов, творить, например. Творить еще можно. Он творец. И куда мы пойдем дальше? Человек бессмертный существует. Ни один из нас не умрет. Никто из нас никогда в жизни умрет. Если мы даже захотим умереть. Мы можем убрать эту вот оболочку, наше тело называется. Ну одежду мы приходим сегодня, снимаем, ложимся спать, снимаем одежду. Также мы можем, мы оставим когда-то нашу одежду, наше тело. Оставим здесь на земле. Наше тело 100 миллиардов клеток. Это все распадется и соединится с землей. Все. На этом и закончится наша одежда, наше тело. А дальше это что? Дальше что? Наше тело не мыслит. Наше тело не думает. Наше тело не рассуждает. В нас есть какие-то органы более важные. Вот это очень важно. Мы сейчас говорим, что есть воздух. Мы воздухом дышим. Но мы воздух не видим. Мы говорим, что есть мысли, но мы мысли не видим. Мы говорим, есть ум у человека, мы его не видим. Поэтому мы многое не видим в этом мире, суп-атомный мир не видим. Но тем не менее это и есть. И вот когда мы говорим о человеке, когда мы говорим о демографии, когда мы говорим о земной жизни, то мы, конечно, должны все это понимать. А что вы собой представляете? Если мы будем только заниматься профессиональной деятельностью, то мы будем кому подобны? Мы на кого мы будем похожи? Будем похожи на животных, на птиц, на насекомых. Они целыми днями. Вот я кормлю целыми днями птиц. Шесть пород этих видов птиц находятся. Воробьи, синицы. Куда-то исчезли. Снегири совершенно исчезли. Вороны, галки. Голуби. И вот я смотрю, они целый день готовы есть. Вот если кормить их целый день, они едят, едят, они целый день едят. Все, у них больше ничего нет. Ну и весна придет, у них они будут плодиться. Один раз расплодятся и все. Вот их вся их жизнь. Да, вся их жизнь. Поэтому, когда мы говорим с вами вот об этих начальных моментах, сегодня мы просто уже ниже животных. Ниже животных, ниже птиц. Потому что там организация прекрасная. У нас никакой организации нет. Мы живем ужасно. И вот когда мы говорим о человеке, как я уже сказал, тогда нужно задать вопросы о природе и составить звенья системы человека. Мы системные. У нас система выложена. Но в этой системе есть внутренние органы, внутренние, очень важные органы. Первый уровень этих органов, как я сказал, это душа, сердце, разум и органы. Особенно сердце очень важно. Сердце между телом нашим и между душой. Сердце думает, сердце рассуждает, сердце помнит, сердце страдает. Сердце предчувствует, сердце любит. Сердце, это очень важный орган. Сердце соединено с нервной системой, с органами чувств и с нашим мозгом. Сердце и с душой, конечно, соединено. Оно посредник такое, оно поэтому у нас в середине находится сердце. Оно между телом и между душой нашей. Это очень. Душа переводится на наш язык жизни. Все, что от нас останется, душа. И вот когда мы с вами что-то делаем, осуждаем кого-то, сигнал пошел в сердце. Мы радуемся, пошел сигнал в сердце. Мы торжествуем, пошел в сердце. Мы в горечь, в сердце пошло. Все время, любое наше состояние обязательно потом отражается в сердце. А что же сердце делает? Сердце это передает в кровь. А кровь потом бежит по всем органам, по всем ста миллиардам клеток, обмывает их, очищает. И дальше все передает эти сигналы. Или передает зло, агрессию, ненависть, уныние. Или передает радость, торжество и так далее. Поэтому вот этот внутренний мир, первый, которым сегодня никто не занимается. Душа, сердце. Да, воля наша, воля. На что она направлена воля? Что я хочу? Я хочу жить только для себя или я хочу жить для других людей? Все это мы говорим только о демографии. Мы все говорим о брачной семейной жизни. И второй мир – это уже органы и система нашего тела. Ну, дыхательные, пищеварительные, выделительные, нервные системы, чувственные, эмоциональные системы, половая система, эндокринная, опорная, двигательная и прочее. То есть кости, мышцы, клетки, кровеносные сосуды, лимфатические и так далее. Это уже тело. Это тело. 600 мышц в человеке. Как я сказал, 100 миллиардов клеток. 4,5 миллиарда клеток только мозг наш. Все это вот наш внутренний мир. И вот все, что у меня есть внутри, что я накопил внутри, чем я обладаю внутри, все отражается в моем поведении. Вот это очень важно. И когда мы видим поведение людей сегодня, то показывает, или у нас что-то не хватает в нашем внутреннем мире, или он разбалансирован, или он находится в тяжелом наследственном состоянии. Например, три поколения у меня, отец, дед, прадед, алкоголики были. И я тоже уже одной ногой стою алкоголиком. Или мои были деды, или там воры, и я уже одной ногой стою в этом мире. Бабушка моя, мама моя была блудница, или прабабушка. И я уже одной ногой стою, буду блудницей. Наследственность очень важна. Творец нас, наш Творец, говорит нам, грех передается до третьего, четвертого поколения. Поэтому мы с вами сегодня не знаем, пятое, шестое поколение, мы даже не знаем, а кто у нас был в роду. Если мы поедем сейчас в любой народ Европы, например, все знают свою родословную до пятнадцатого, двадцатого поколения. До пятнадцатого, двадцатого поколения. Мы с вами не знаем дальше третьего, четвертого поколения. Кто у нас был вообще в роду наш. А какие они были, мы даже не знаем. Поэтому мы, когда говорим о поведении нашем, всё в поведении отражается на двух уровнях. В отношениях с кем-то, отношениях с кем-то и в нашей деятельности. Всё, всё наше поведение. Это наше отношение с кем-то и наши деятельности. Всё. Деятельность, когда мы совершаем какую-то деятельность или наши отношения совершаем, Мы или реализуем, что у нас есть, таланты наши, дары наши, или удовлетворяем потребности внутреннего мира, в том числе потребности и необходимости в отношениях и в деятельности. Или мы сами организуем качество и цель нашего поведения в соответствии с внутренним миром, или наше поведение, вот, есть наши реакции на раздражение кого-то или чего-то, или людей, или природные среды. Я вот заметил, некоторые люди вообще живут, только реагируют, вот то, что им сказали, то и не сделали. Появилось такое сегодня выражение, вот, жена, значит, муж под ногтем или там под сапогом у жены, например, появилось такое выражение сегодня, понимаете. Если мужчина не выполняет свою функцию, какую нужно выполнять, не только половую, кстати, просто мужскую функцию, такую настоящую, все, он под Леху уже под жену, и жена управляет, а в скором времени бросит, его, естественно, бросит. Потому что женщине нужен сильный мужчина, крепкий. Поэтому, когда мы сегодня говорим о том, что у нас огромнейшая территория, она не должна быть заполнена просто людьми. Она не должна быть заполнена людьми, она должна быть заполнена здоровыми людьми, крепкими, сильными, честными, нравственными. Вот весь в чем, духовными людьми. То есть это наша природная среда, которая должна быть заполнена. 17,5 миллионов квадратных километров. Это должны быть люди сильные, подготовленные к этому, понимаете. Вот. Я сегодня даже не буду говорить о том, кто нас будет готовить к этому, кто должен готовить. Я сегодня просто говорю о фактах тех, которые сегодня, без которых жить вообще невозможно в этом мире. Собственно, мы сегодня вымираем, исчезаем только потому, что мы этими вопросами, этими темами, этими предметами не занимаемся. И нам ни в школе, нигде об этом ничего не говорят. Об этом никто не говорит. Даже в высших учебных заведениях. Поэтому земная жизнь человека состоит из фундаментальных звеньев, цепи жизнедеятельности. Вот в чем вопрос. Вот наша земная жизнедеятельность, она состоит как цепь, состоит из звеньев каких-то. И вот в этих звеньях есть принципиальный момент. Вот сейчас я хочу уже, чтобы вы начали обращать внимание, что я сейчас буду говорить. Продолжение следует...